Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале! Всех моих подписчиков и всех тех, кто еще не подписался на мой канал. Всех, кто не подписался, я призываю, подписывайтесь! И, возможно, вы найдете что-то интересное для себя. А это у нас второе видео, посвященное платью изумруд. Прошло два дня, и я эти два дня усиленно вязала, чтобы вам понять, почему усиленно. Манекен маловат на мой размер, и получается, что, естественно, не передать тот размер, который я вяжу. Хочу сказать, что все пропорции, то есть все расчеты, которые я сделала, были мной соблюдены. Подбирала слово, видите, вот так вот у меня идут прибавочки. Естественно, еще это все ВТО не проходило. Такая вот у меня вязка. Я постаралась вязать ровненько, но не знаю. Мне кажется, что у меня ровно получается. А на самом деле-то, как бы, конечный результат будет виден только после ВТО. Вот такие прибавочки с этой стороны. Такая будет горловинка. Она не глубокая. Вот будет где-то примерно так. В целом, вот до этого места я своим результатом довольна. Довольно результатом вязания, я имею в виду. Как бы не напряженно, спокойно я вяжу. Так, по спинке сейчас покажу. Так, вот такой у меня получается рукав. Вы знаете, что я вяжу удлиненная линия реглана, которая у меня составляет 35 сантиметров. Я когда положу на стол, я вам покажу, что, да, действительно, у меня 35 сантиметров. Вот такая спинка. Вот моё начало. Если обратите внимание, нигде не видно, как я делала реглан. Не на рукавах. Вот оно всё цельно. Вот. Так что, я говорю, в целом я результатом своим довольна. Так, ну, а теперь я перейду на стол и покажу вам свои размеры. Итак, перед камерой мне сложно разместить, потому что габариты ой да ну. Поэтому, вы же сами понимаете, я говорила, я вяжу 165 ширину. Это для человека, у которого 44 размер, наверное, два раза обмотаться можно. Но что сделаешь? Каждый человек по-своему красив. Мы тоже красивы. Так вот, заметила здесь. Ну, это просто такой либо дефект пряжи. Пряжи. Ну, я думаю, что выровняются вот эти шишечки. Откуда они появляются, не знаю. Вроде бы стараюсь вязать ровно, с одним натяжением. И тем не менее, вот такие полосочки, они всё равно время от времени присутствуют. Не знаю, от чего это зависит. Вот. Поэтому, сейчас я пока на них не обращаю внимания. Но, конечно, мне будет обидно, если после того, как я сделаю ВТО, они не уйдут. Итак, вот у меня начинается мой реглан. Регланная линия. И от неё я прокладываю свой сантиметр. И смотрим. Вот, если вы обратите внимание. Вот я держу. И смотрим. Сколько у нас тут? 35 сантиметров. 35 сантиметров у меня составляет линия реглана. Значит, смотрим, сколько рукав. Рукав. Рукав у меня получился 40 сантиметров. Но, я так думаю, что, видите, он очень хорошо тянется. Ткань-то хорошо тянется. И я не стала больше добавлять, потому что ещё будут подрезы. Они будут небольшие, но всё равно они будут. Я сейчас покажу, как я буду здесь вязать подрезы. Ну, и я не думаю, что вам нужно ещё и следующие пропорции вот эти вот показывать ширину моего изделия. Но я уверяю вас, что я всё связала по моим меркам. Что советую сделать и вам. Вот, если вы вяжете такое платье вместе со мной. Когда я провяжу, сейчас я выйду просто на лицевую гладь. Конечно, здесь вот, когда я провязывала прибавки, то было, конечно, немножко у меня напряжение по поводу того, что у меня, когда я вязала перед и спинку, если вы обратите внимание, я здесь провязывала через ряд. А здесь, как бы показать, что когда я провязывала рукав, то у меня получалось вот вначале через один ряд, а потом через два, через один ряд, опять через один, потом через два. То есть, я чередовала для того, чтобы выйти, я как бы высчитала шаг своих прибавок и чередовала для того, чтобы выйти на то количество петель, которые я рассчитала. Вот. И, значит, теперь, после того, как я это все провязала, нам нужно сформировать подрезы. Как я буду формировать подрезы, я сейчас вам покажу. Так, я решила вам еще показать, как выглядит регла. То есть, видите, он отсюда прям совсем узкий. И потом расширяется, расширяется и расширяется. И, в общем, он расширяется не так резко, когда вы обыкновенный реглан вяжете, а расширяется постепенно. Отсюда и, как бы, называется он, что удлиненный. Так, после того, как вы свяжете нужную высоту реглана, 30 сантиметров или 35, может, вы расчет сделаете 32 или 28. Это уже ваше желание, как вы для себя определите, какой реглан в высоту вы хотите. Вам нужно будет остановиться вязать там, где у нас начало ряда. То есть, у меня вот, как бы, ниточка осталась, когда мы набирали, и я оставила кончик специально, чтобы понимать, где у меня начало ряда. Вы должны распределить петли рукава на, вернее, не распределить, а скинуть, либо на дополнительную спицу. У меня вот такие разъемные спицы есть на леске. И, как бы, я обычно скидываю, мне очень удобно на них скидывать. Я потом фиксирую специальной заглушкой у меня есть. Я сейчас ее не нашла, пока это мне нужно посмотреть, где они у меня лежат. Вот, здесь у меня немножко скинулись петли, поэтому я перебросила. И, что еще хочу сказать. Вот у нас петли реглана здесь шло, две петли. Эти две петли реглана нужно отнести вот к нашему рукаву. Здесь вот одна петля, еще надо будет скинуть еще одну петлю, а то я бы, видите, вовремя я об этом заговорила. И, значит, скинете эти петли все, распределите как положено, как я уже вам сказала, что если у вас полная рука, то вам вот эти две петелечки реглана нужно отнести к рукаву. Если у вас рука нормальная, то их не обязательно относить к рукаву, можно отнести к петлям переда или спинки. Вот, видите, перед камерой мне очень сложно сделать это. Вот, и теперь после того, как вы распределите все петли, то есть петли переда, петли рукава, петли спинки, то есть все как, ну, уже мы будем вязать одним полотном. Нам нужно связать подрезы. Значит, в моем случае подрезы будут небольшие. Я добавлю всего 8 петель. Я набираю вот следующим образом. Просто обыкновенно, классическим образом я набираю петли. Вот, накидываю на палец петлю и формирую. Еще раз покажу. Так, это уже петля у нас идет. Вот, на палец накидываю. И 1, 2, 3, делаю потуже. 4, 5, 6, 7, 8. Значит, даже не 8, а 6 я сделаю. Знаете почему? Потому что, да нет, пускай будет 8. У меня рукав, то есть объем рукава 42 сантиметра. Вот, если вы помните, у меня в одном сантиметре 2,23 петли. То есть получается, что я добавляю 2 сантиметра и даю 2 сантиметра по сантиметру с обеих сторон. Это на свободную посадку рукава, чтобы он мне не был вообще в обтяжку. Вот, 8 петель я эти провязала, ну, как бы набрала, да. И теперь я... Вот наш рукав заканчивается. Сняла петли рукава. Видите, эти петли реглана я тоже сняла на спицу, которая у нас относится к рукаву. И теперь я продолжаю вязать дальше. Сейчас я распределю здесь. Вот. Я прям просто... Вот у нас начало ряда. Я беру и просто продолжаю вязать. Вот. Сейчас я провяжу это у нас спинка будет. Здесь я дойду до следующего рукава. Вот у нас следующий рукав начинается. Точно так наберу 8 петель. Соединюсь с петлями. Вот. У меня заканчиваются петли рукава. Соединюсь вот с этой петлей. И продолжу вязать по кругу. И буду вязать до тех пор по кругу. на ту высоту, которую, ну, которую я для себя определю. Я еще не знаю, какая высота у меня будет моего платья. Я, как бы, опять же, через день, через два, скорее всего, что через два, покажу результаты своей работы, как у меня продвинется работа. И, как бы, наверное, покажу вам уже, как вязать рукав. Потому что, ну, я думаю, что за это время уже, если кто-то, кто со мной вяжет, я думаю, что вязать будут не только солидные дамы, а, скорее всего, что солидных дам будет мало. Хотя я получаю очень много комментариев и сообщений в соцсетях. И интересуются, какими ниточками можно связать, кроме тех, которые я показала. Потому что, ну, конечно, бюджет у каждого свой. Вот. И кто-то пишет, что он тогда-то соберется и будет вязать. И я знаю, что многие сидят в режиме ожидания, чтобы посмотреть, что я свяжу, чтобы уже после того, как увидят конечный результат, затем начать вязать платье, если они захотят. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что не обязательно вязать платье. Вы можете вязать тунику. Будет очень хорошо смотреться. Туника. Полувер. Полувер. Я почему-то постоянно не могу нормально выговорить это слово. Вот. Поэтому присоединяйтесь. Я еще раз вас приглашаю. Глаза боятся, а руки делают. Главное, чтобы было желание. Главное, чтобы у вас была ниточка в достаточном количестве. А вязка очень простая. Расчеты очень легкие. Я вам все рассказала и дала. И если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии, спрашивайте. Опять же, все ссылки на мои соцсети. Ну, то есть, я имею в виду на страничке в Однокласснике, в ВКонтакте. ВКонтакте у меня имеются на моем канале под видео. Есть слово «Еще». Если вы на него нажмете, то вы увидите там еще ссылочки. И вы можете пройти по этим ссылочкам и задавать мне вопросы, которые вас интересуют. Я практически всегда на нелепые вопросы я не отвечаю. Не буду даже приводить примеры таких нелепых вопросов. А на вопросы по существу я всегда отвечаю. И все, кто меня спрашивает, мы с ними разбираемся, рассказываем и так далее. Ну, а на сегодня это я свое видео заканчиваю. Вяжите вместе со мной, вяжите в удовольствие легких вам петельчик. До новых встреч, до новых видео. А с вами была Ирина. Редактор субтитров